Шаблыкинский район пост дорожного весового контроля. Не доезжая его стоят три груженые фуры. Машины бы и рады пройти взвешнее. Да вот незадача сломались. Такова официальная версия водителей. На этот груз, наделимый груз спецразрешение не выдается. Грузоотправитель должен этот груз загружать по норме, установленным постановлением правительством Российской Федерации. В этом случае они боятся взвешиваться из-за того, что наступает ответственность не только грузоперевозчика, коим по данным документам является индивидуальный предприниматель Руденко Сергей Федорович, но и также грузоотправитель. Такая картина, по словам Михаила Приходько, встречается часто на региональных дорогах. Именно там несут службу сотрудники «Орел-госзаказчика» совместно с инспекторами ГИБДД. И все четыре поста на территории Орловской области регулярно фиксируют нарушения. Перед вами первая машина трехосная, а сама весит полной массой 25 тонн. Здесь же в накладной написано, что у ней загружен щебень 15 кубических метров. Переводя в 1,3 плотность 1 кубического метра, получается где-то около 18-20 тонн чистого веса щебня. То, что машины следуют на стройку в Шаблыкинский район, их хозяин этого и не скрывал. Машины загружены по паспорту, сколько они могут возить, столько и могут. Просто нагрузки на ось совершенно другие. То есть, например, если трехосная машина стоит большая, то есть три оси на прицеп, три оси на тягань, она может вести, грубо говоря, 33 тонны груза смелые. Видимо, сведения, которыми владеют специалисты весового контроля, неправильные. Владельцу-то машин виднее, хотя оплачивать размер ущерба, нанесенного автодорогом регионального значения, Виталий не пожелал. Дорого, говорит. Тем временем руководство района намерено серьезно начать борьбу с такими перевозчиками. Действовать, говорит Сергей Новиков, будут исключительно законными способами. Останавливать транспортное средство имеют право только сотрудники ДПС. Однако водители зачастую пользуются ситуацией, когда у одних инспекторов смена уже закончилась, а другие еще не подъехали. Что же до этих машин, то к месту назначения они отправились все-таки разгруженными. Виктория Юркова, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областной.